Детственное препарирование 3D принтера NBOT CapBot. CapBot это уникальный 3D принтер, это представитель нового поколения. Принтеры, которые сменят все то, что мы привыкли видеть сейчас на рынке. Принтеры простые, принтеры удобные, принтеры дешевые и маленькие. Для того, чтобы вы поняли, что принтер действительно маленький, мы поставим небольшой объект, для того, чтобы стало понятно и можно было оценить его размеры. Недостатком такого решения является факт, что вам придется изобретать новый тип бобин. Одна бобина идет в комплекте, дальше придется перематывать. Стандартная бобина сюда, к сожалению, скорее всего не встанет. По размерам в принтере просто нет места. Но принтер сейчас без акриловых стенок, в своем нормальном, функциональном собранном варианте. В принтере просто нет ничего лишнего, все спрятано внутрь, в том числе и бобина с пластиком. Чем принтер действительно интересен, это тем, что в принтере реализована автокалибровка. Ради этого мы, собственно говоря, и разобрали всю эту конструкцию, чтобы посмотреть, как сделан экструдер. Тут есть, конечно, несколько интересных решений. Вы видите, что плата экструдера сделана таким образом, что на ней колодками подключаются все провода. В случае, если у вас что-то сгорело или надо диагностировать, поменять, вы просто не меняете 2 метра провода. Вы просто отделяете необходимую вам колодку и вынимаете ее. Простенько и удобненько. Платформа на магнитах, никаких проблем с установкой. Конечно же, нагрева здесь нет. Дешевая реализация только для печати пылогопластиком. А вот смотрим, как работает наша пресловутая автокалибровка. Все очень примитивно. Вы видите, что печатающая голова, она несколько подвешена. Дальше находится концевичок. Когда голова опускается и касается платформы, срабатывает концевик. Все очень просто, все очень компактно. Голова не имеет радиатора, не имеет обдува области печати, придется дорабатывать. Но при этом есть металлический кожух и вентилятор для обдува самой пластикового охлаждения, самой пластиковой нити. Но, в принципе, мало того, что просто замерить высоту платформы в том или ином месте. Ее надо как-то регулировать. Вот для этого в принтере, в отличие от всех конкурентов, реализована вот такая вот затея. Вы видите, мотор ACZ номер 1, разворачиваем на 180 градусов и видим мотор ACZ номер 2. У платформы два мотора, они находятся по диагонали, здесь и здесь. Дальше процесс автокалибровки происходит так. Когда у нас головка замеряет высоту в одном из двух этих углов, она поднимает тот или иной мотор. То есть, происходит реальная автокалибровка платформы. Ничего руками делать не надо. Всех других принтеров происходит автокомпенсация. Принтер просто замеряет высоту и если видит где-то край выше или ниже, он там начинает либо лить больше пластика, либо же пытаться в этом углу платформу поднимать и отпускать. Здесь же действительно перед началом печати принтер выравнивает платформу и после этого начинает печать. Правда, есть определенные сомнения в качестве выравнивания по той простой причине, что с точки зрения геометрии таких моторов должно быть три. Вероятнее всего, производитель подвязывался под дешевую, самую дешевую электронику Melzi, вот под эту платку, которая спрятана здесь, и на ней просто не было дополнительного выхода. То есть, то, что можно было, подключили. Выхода на еще один мотор нет. Вы видите, альтернативная электроника, маленький простенький экранчик и три кнопочки. Про то, как печатает этот принтер, мы узнаем позже. Сейчас мы просто посмотрели, какие ноу-хау реализовали производители. Честно сказать, реализовали они все очень классно и замечательно, но надо понимать, что все это реализовано в пределах бюджета. Валы тоненькие, все это гуляет, лифтит. Винты на оси Z у нас обычные, никакой трапеции, никакой ШВП. То есть, все сделано дешево, гениально и просто. Поэтому принтер будет дешевый, легкий в эксплуатации, но не ждите от него фантастического качества печати. Купить этот принтер можно в магазине 3Dprinter.orgio.